Илья Яшин Меньше этого достаточно для лишения, для отказа в регистрации. Причем ни одно наше содержательное возражение даже не было рассмотрено. Мы подготовили за последние два с половиной дня, подготовили три толстенных папки с контраргументами, с нашими возражениями. Мы собрали примерно 150, чуть больше даже, 150 заявлений от граждан, подписи которых были забракованы. Они в этих заявлениях подтвердили, что действительно ставили эти подписи, они приложили копии своих паспортов. Часть этих людей, порядка 40-50 человек, пришла к зданию избирательной комиссии и требовала, чтобы им дали возможность выступить, чтобы они перед комиссией подтвердили. Действительно, это мы ставили подписи, эксперты ошиблись, допустив, что якобы это не наши подписи. Но этих людей даже не стали слушать. Представитель Московской избирательной комиссии, ухмыляясь, сказал, что мы же не знаем, как вы этих людей мотивировали. Вот у нас есть юридический документ в заключении эксперта, который считает, что даты в подписях ставили не они. Мало ли, что они теперь будут говорить. Для нас это не имеет никакого значения. Более того, самое смешное, что меня еще обвинили в том, что я якобы использую административный ресурс. Нашли какие-то ссылки на мой YouTube-канал на сайте муниципального округа. Это стало вторым основанием для отказа мне в регистрации. Якобы я злоупотребляю служебным положением. То есть представители Единой России, которые, ну просто, я даже не знаю, как это назвать, размещают агитационные плакаты в магазинах по требованию управ, которым подписи собирают сотрудники исполнительной власти и советники районных управ. Они не применяют административный ресурс. А какие-то там ссылки на сайте муниципального округа, это грубое злоупотребление служебным положением. Но это все нелепо, конечно, звучит даже нелепо. Они и сами, мне кажется, были как неловко себя чувствовали. Но по существу мы имеем дело просто в выполнении политического заказа. Тут никаких иллюзий. Решение принималось не в избирательной комиссии, не в участковой, даже не в городской. Решение принималось в мэрии Москвы. Решение принимал Собянин, который не хочет видеть меня депутатом. Он понимает, какой я глава муниципалитета. Ему это не очень нравится, потому что я создаю много проблем. Став депутатом Московской Думы, я создам еще больше проблем и буду этих жуликов ловить за руку, когда они будут опять растаскивать по карманам городской бюджет. Они очень не хотят этого делать. Андрей, давай уточним, у Ильи есть ли еще, по мнению господина Яшина, шанс все-таки пройти? Решение в возможности участвовать в выборах. Они пренебрежительно относятся к моим избирателям. Это недопустимо. Да, Илья, у меня вопрос, собственно говоря, от Екатеренко Трикадзо из Нью-Йорка. А есть ли еще какие-то шансы, что все-таки процесс регистрации в качестве кандидата, он будет завершен? Или все, сегодня можно говорить о каком-то финале этой истории. Очевидно, финале не очень благоприятным для всех. Это точно еще не финал истории, я вас уверяю. Во-первых, есть еще юридические возможности для апелляции. Конечно, я увидел настрой избирательной комиссии. Это не оставляет никаких иллюзий. Они очень не хотят видеть меня на выборах и сделают все, чтобы не пустить. Но юридически у нас возможности для апелляции есть. А дальше все зависит от людей. Потому что было принято политическое решение о снятии меня с выборов. И только политическое решение может меня на этих выборах восстановить. Если люди захотят видеть меня на выборах, если люди будут каждый день выходить сюда на Трубную площадь в 19 часов, если люди выйдут в достаточном количестве 20-го числа на проспект Сахарова на согласованный митинг, тогда шансы юридически получат, возможно, какую-то практическую реализацию. Если власти увидят, что нас не очень много, если власти увидят, что общество эти выборы не очень интересное, тогда никаких шансов не появится. Все зависит от людей. А тот факт, что вот эти акции вчерашние и сегодняшние, насколько я понимаю, несогласованные, не опасаются ли среди лидеров оппозиции задержаний, как это было вчера, например? И что планируют делать с учетом вот этой напряженной ситуации? Готовы ли звать людей каждый день на несогласованные акции протеста? Ну, вопрос ожидаемый. Боимся ли мы задержаний? Боятся ли лидеры протеста, лидеры оппозиции Илья Яшин? И, собственно, готов ли Илья Яшин лично и другие оппозиционные независимые кандидаты звать людей на несогласованные акции? Ну, а я что, выгляжу испуганным, что ли? Или какие-то люди, которые... Посмотрите, вот люди вокруг меня. Кто-то из них выглядит испуганными. Вот нас вчера предельно жестоко свинтили всех у Московской городской избирательной комиссии. И не всех, кстати, еще отпустили. Над Юлей Галяминой издеваются. Ее реально взяли в заложники. Она до сих пор находится в суде. Ей грозит до 15 суток ареста. Что это кого-то из нас остановило? Ну, они, слушайте, они могут нас запугивать сколько угодно. Грозить ОМОНом, там, бряцать оружием, бряцать своими дубинками. Это наш город. И мы будем каждый раз им об этом напоминать, что мы никогда не смиримся с этой оккупацией. Собственно, принято было считать, что Собянинская Москва – это нечто такое, где, во всяком случае, не принято рисовать такие откровенные результаты. Что вы говорите? Наверное, и на мырских выборах все было совсем по-другому. И всех допустили, и у нас были конкурентные выборы. Наверное, на прошлых выборах Московскую городскую думу тоже всех допустили. Собянинская Москва ничем не отличается от путинской России. Да, здесь больше денег, здесь, знаете, более такой красивый и нарядный фасад. Но здесь такой же авторитарный режим. Здесь также презирают граждан. Здесь также воруют вагонами. Поэтому Собянин в этом смысле от Путина ничем не отличается. И никого эти нарядные вывески и фасады обманывать не должны. Спасибо. Илья Яшин, кандидат пока что в кандидаты в Мосгордуму, глава муниципального совета Красносельский. Вы слышите аплодисменты. Здесь у нас очень много оффлайновой аудитории в самом центре Москвы, на Трубной площади, где сегодня, собственно, первый день такой бессрочный, и пока, как мы понимаем, акции протеста с требованием допустить до выборов независимых кандидатов.